всем привет друзья это уже второй выпуск спортивного подкаста жб сегодня у нас чуть изменения нету моего традиционного ведущего и легкий джапара он опаздывает немножко в пробку попал пару звуки ваней так что вот заменяет его наш продюсер да к сожалению так пришлось если говорить серьезно наш ведущий заболел желаем или асу здоровья и выздоровления к сожалению на один выпуск вам придется потерпеть мое лицо все окей начинаем наш гость самый лучший вратарь мини-футболе признались легенда нашего спорта всего мини-футбола иди туда не то что мини-футбол всего футбола и где-то очень рады вас видеть потому что для вообще не только для нас надо для шла на месте вообще для всего казахского болельщиков по мини-футболу вы сейчас легенда и за это спасибо вам большое вот как ваши дела вообще в целом сиба спасибо не футбола чем зима за приглашение конечно будет приятно говорит обу футбол в зал жизни тренируемся тоже горят чтобы скоро играет плей-офф плей-офф когда начинается вас плей-офф начинает через три недели в мае а команда против кого будете играть пока неизвестно мы будем попадать в 8 место либо рахмет ну какие шансы ну конечно не фавориты да все и знает это не секрет раз было не такой вопрос именно это чтобы как бы гегемоны нашей лиги нашего футбола нет ощущения то что во время таких игр вы теряете свою форму все-таки уровень лиги чемпионов и нашего нашей лиги он сильно отличается и переходит там условно на барселону на те же сильные клубы и сильная разница в уровне на лига чемпионов могу сказать что это отдельно чемпионату которая тоже испанская команда чувствую что это другой уровень итальянские русские команды которые туда приедет играет лига чемпионов это совсем другой чемпионат и другой стиль а здесь в казахстан честно честно скажу было так раньше было так могу сказать четыре года назад пять лет назад чемпионат казахстан да можно сказать что матчи которые вообще неприятно играет знаем что выиграет конкуренция не дает команда который не смог дойти до ворота идти до ворота да а теперь сейчас нету мы играли против девятого места который не будет попадать плеев окажет песс и первый матч мы выиграл 11-1 ну нормально они били поворота так норма а второй матч 6-6 это уже другой футзал они уже привык играет и первые матчи к нам сыграли смелости и поэтому сейчас на данный момент чемпионат казахстан на очень хороший уровень легкий матч и а благодаря чему этот уровень вырезать четыре года тоже не с неба же упала по-любому какие-то факторы были но я думаю что сейчас вообще в целом даже любительские лиги очень много у нас казахстане ллф да то же самое есть и в астане и в алматы мне кажется развитие идет какой-то да даже вот вы говорите четыре года назад до благодаря успех тоже футза казахстана кайрат сборная казахстана благодаря вам потому что раньше все любили футбол ну просто на 5 на 5 сыграем и после этого после успех людей хотелось на это я почему выиграл почему сборная казахстан сильнее потому что если так тактика техника стандарты комбинация очень много вещи которые раньше людей не следили за это за это фрагмент за это нюансы которые это очень важно в футзал и поэтому думаю что у сейчас вся команда даже любительский тоже я смотрю и если тактика есть и стандарты это уже более серьезно поэтому растет футзал казахстан именно на тактика техника сейчас тоже вместе с ребята которые было 14 лет 15 лет когда сбор начинал выиграть и это ребята уже 16 17 лет уже играет футзал уже на на уровне хороший уровень знаю куда бегать какой стандарте какой позиции лучше играет и поэтому благодаря за успех конечно но благодаря за техника и тактика футзал а а вот какие шансы есть вот команды с любительской лиги да ну каком-то игроку попасть в хайрат типа или там какие-то просмотры должны быть или вообще не набираете клан у нас есть и хороший пример может сказать дориан турса головы и и биржа разов они я помню я играл против и эти ребята 7 лет назад они играли за очень слабо команда чемпионат казахстан но это они играли любительский и потихоньку потихоньку адаптировал к футзал и сейчас они в кайрат не только в кайрат они сборные один был бомбардир чемпионат европы другой был бомбардир лига чемпионов это гордость и думаю что это футзал это для всех потому что здесь нету 1 2 3 дивизионы я считаю поэтому мне кажется и развивается но они дают шансы любительский кто играет я думаю скоро будет 2 3 лига и этих команды которые гали любительский будет бороться за первой дивизион за второй дивизион и это это пути я вижу на будущее это пути для для футзала здесь в казахстан ну грубо говоря можно сказать то что образец и которые пришли в нашу страну нашу сборную они сильно подняли уровень мини-футбол и так далее и благодаря этому казахские ребята обычно которые со двора начали интересоваться мини-футболами и начали переходить в профи но мы все знаем то что образецов это первую очередь а техника а если у наших футболистов какая-то черта отличительная условно говоря образец и там техника условно сейчас мы говорим финны это сила физика и так далее если вот казахстан и какое-то что да какое-то отличие думаю здесь в казахстан можно уже смотри игроки которые на высоком уровне играем в наша команда могу сказать что к скорости здесь казахстан быстренько быстренько игр игроки которая двигается хорошо и просто если понимать чуть-чуть футзал уже будет играет на на хорошую потому что футзал растет растет и поменяет сейчас более скоростью более силы и здесь в казахстан большинство игроки если скорость это самый главный вещи в футзал с вами потому что команда которая не бегает не в игры поэтому главную вещь футзал это движение и если будет двигаться быстро ты будет один шаг впереди постоянно не могу сказать что до футзал казахстан есть характеристик это скорость а также вот такой вопрос вот вы сказали про технику а можно ли технику вытащить как-то научиться техники потому что мы знаем то что даже большом футболе она бразийцы тот же рональди не но скорее всего ему с детства дали это он не учился до ноги физика к этому расположен чтобы он хорошо мог обводить людей можно ли научить и техники либо это создается с рождением сюда можно конечно можно я вижу тоже даурина турса голова наши стал бар он стал бар игрок который играет и спиной ворота которая более сделает ассистенция да и он смотрим сделать движение которая дали лима врата ассистенции столбара который сборная россии бразилийцы он сделать движение как и дрель лима сделать а теперь сейчас он стал лучше сделать это стал деревом наста да стал лучше сделать это движение чем и дрель лима но он научил питался дела я видел на тренировку питается дело питается теперь сейчас это могу сказать что его король движения король движения татур сагулов это вот это вещи которого научил и смотрю как я дарелима сделал и конечно я думаю нужно нужно учить нужно учить финта потому что быстро будет решает каждую вещь и в футзал у тебя если пол секунд чтобы решать ездить и готовы сделать финта быстро и будет как я сказал один шаг впереди постоянно вот вы сказали то что даже у россии центровой это бразилийс мы все знаем то что почти во всех сборных играет бразильцы натурализованные почему именно бразильцы почему их так много и винифутболе может какая-то культура специально которая выращивает мини-футболистов именно бразилии потому что вот и только казахстан азиатские футболисты там даже в китае и япония где есть бразильцы которые стали натурализованными не громко прозвучит но наш футбол поднялся благодаря бразильским футболистам и почему именно бразильцы так сильно в этом спорте ну это я думаю это легко у нас наследие 200 миллионов 240 миллионов у нас сколько игроки там да и сколько игрок которые вообще конкуренция очень много и игроки хочет найти успех хотим бегать за успех и есть приглашение которые играет например ребята которые играет в россии они уже давно там играет они получили успех который может быть в бразилии нет я тоже я приехал в казахстан 2009 года молодой и сейчас у меня есть такой успех который меня есть сомнения я думал в бразилии наверно это успея не смогли достиг поэтому думаю что да у нас очень много игрок очень много игрок поэтому везде мире если бразильцы игрок как большой футбол аргентинец тоже много есть виталии сербия тоже очень много есть просто есть кумиры мне кажется да постоянно есть кумиры китонов мир если даже наше поколение для назвал это роналду зубастик да и ну как бы в бразилии то же самое из поколения ну то есть ты смотришь вот есть такой игрок я хочу быть таким у нас например в казахстане больше развиты наверно спорт спорт это бокс борьба то есть 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 кумиры да есть кумиры ты смотришь во все как головки буду то есть дети начинают тренироваться вот она то есть соответственно если какие то есть кумиры ты начинаешь расти на бразильцы как и он сказал если техника по-другому есть и например российский футзал испанский итальянский казахский футзал это хороший футзал не ну нету такой знаешь саха можно сказать это саха которая будет все полный все хорошо и поэтому бразильцы можно поэтому бразильцы принес это саха это техника которая не хватает на этих странах который очень хорошо играет футбол футзал но нет такой знаешь техника по-другому индивидуальный поэтому мы бразильцы это хорошо мы очень много двери открытым для нас в мире у меня сейчас вопрос знаете тиктокера вот этот который бразилийцы с его он же подписал да сейчас с кем-то контракт какой-то футбольный это что за клуб это вас куда гамма эта команда которая играет в чемпионате это в рио-де-жанейро какой-то ход маркетинговый наверно более или реально он вы сейчас смотрят и он реально какой-то футболист в будущем не знаю я не знаю как сколько ему лет я не знаю ну я знаю что убьет хорошо даже там вообще структура на песках на песка и он бьет и действительно мы которые играем и даже кто любит футбол знать что убьет хорошо ну не знаю будет игра не будет и ну не знаю подписался с вас куда дома ну не знаю будет игра или будет рекламы сделать ну это просто ребят который парень который там вообще очень бедный район который вообще даже воду нету и себе показал уже есть его и техника все смотрю как убьет поворота и этот в бразилии это так насколько если как и каком и не не себе себя не показывал который все закончили с 18 лет 19 лет у нас очень много такой я услышал такое мнение почему бразильцы сильные футболе и те же аргентинцы и принципе южноамериканцы бразилия это все-таки же страна ну отчасти как сша иммигрантов же там много португальцев половина это местные племена индейцев и там либо некоторые потомки африканских рабов и такая смесь народов и так условно говоря с африки ребята они дают конечно безусловно мощь физическую там и у европейцев возможно более там высокий рост у индейцев на гибкость тела и благодаря этому бразильцы и аргентинцы лучше на росла смесь да из-за этого и все и это есть это это размещение там да можно сказать что помогает в футбол в бразилии конечно потому что футбол то финты скорость и сила и там все и другая страна наверно не хватаете ну и сейчас очень такой глобализация большая сейчас появилась и сейчас в другие страна которым нету такой генетика уже появилась игрок высокий там сильный технический сейчас потихоньку я думал будет все на ранее да ну скорее всего многие ребята все-таки хотят перейти большой футбол изначально же многие начинают с мини футбола тот же роналдер на едини но они пипа снова переходит большой футбол потому что там большие деньги там большая медийность вы изначально хотели мини футболе но или бы там по каким-то обстоятельствам не смогли перейти большой футбол вы играли футбол большую до 18 лет да то есть вас был и футзал и мы же многие прозиться почему именно мини футбол все таки ушли они мы в бразилии ворот мы в бразилии все на все дети начинает футбол все потому что 7 лет это рано для большой футбол это 9 лет большой футбол начинает я начала 6 лет потом перешел вас куда грамма когда перешел вас куда дома 8 8 лет и на это года я 9 делал и я обе занимался большой и футзал и я думаю там сто процентов ребята которые играют за известные команды в бразилии так начинает футзал потом эта команда берет на футбол и вместе занимает я занимал дождь с 16 лет я был очень хороший вратарь в большой футбол у меня техника была очень хорошая но когда 16 лет я не я маленьким для вратаря у меня было метро наверное 60 чем и другие вратарь и младче чем я его не високе и высокий и это хорошо что я не не останавливай и играет футбол это очень хорошо потому что если есть много ребята которые играли футбол потом вашу ли футбол играет до 16-17 лет и когда не не сможешь играть закрывает дверь большой футбол они вернутся в футзал и чувствовал тоже потому что футбол это другой спорт конечно это мяч 5 на 5 похоже футбол это дну другой спорт другое движение как другими мяч и ребята иногда потеряет время только поэтому мой папа это был очень важно для меня потому что он говорил нет будет играть большой ли но футбол тоже потому что действительно скажу что я больше любил футбол потому что я играл за команда очень хорош и большой футбол то огромный там газон и мяч и вообще не только один-два массе матчи вместе мяч и придет ко мне а которая хорошая мать остальные я там сижу смотрю целый матч и футбол мяч постоянно приходит и я участвовал в игре и поэтому мой папа говорю нет ты будите занимает футбол и большой футбол и там впереди посмотрим но и в принципе можно выходить тоже можно выходить конечно нас было право у меня было 10 лет когда начинал это правило которое вратарь можно выходить и стал более интересен играть в футбол поэтому я не выбирал закончить карьеру в футбол просто я маленький я видю что тяжело и перешел в футбол я продолжал футбол играет и на хорошем уровне поэтому не чувствовал никакие такой трудности лево вы большую часть своей карьеры провели у нас казахстане до 2000 в тулпар перешли 2009-2010 год и потом в общем где-то 13-14 лет вы играете у нас плюс еще игрок сборной казахстана как относится к этому бразильцы то есть вы не играете за сборной бразилии а вот играете за нас причем еще пятикратный лучший вратарь мира как вообще относятся там болельщики и ну в том числе и ваши родственники и ваши друзья близкие как этому относятся да раньше было больше давления да говорит почему ты не играть за сборы было шанс чтобы сборным вызывает мне вызывали сборника бразилия я тогда получил гражданство казахстана но не играл за сборную играл один товарищки матч который не считает и они меня пригласили играет один турни там крыть и и пришло время которое действительно нужно выбирать и я просто спрашивал кто реально конечно родители сестры друзья которые близко которым не смотрели играет им не поддерживает и все говорили ну давайте что твой твой сердце говорит и сделает и я хотел просто знаешь передать что казахстан мне отдал казахстан мне поставлен на витрине не отдал условия потренировался играет и везде мира меня зал на душу не везде везде мира меня знает лишь потому что я играл в казахстане и бразилия и я говорю нет буду продолжает с паспорт и буду играет и заказать то я думаю был лучший выбор а не было не было ли сожаление федерации там бразилии то что упустили одного из лучших воратори в истории по мини-футболу не писали ли можешь подумаешь можно потерпеть там или а некоторые там чиновники из федерации до бразилии не обращались ли к вам сейчас чемпионат мира я встречал много раз в бразилии бразильский ребята там руководстве и только что бразилия там поменял федерация была cbfs и сейчас это вместе с большой футбол cbf и руководители cbf было вместе с нами и один такой директор сборная бразилия он был мой комир вратарь и футзал лавузи называют сборную бразилия чемпион мира имеем там по пищали обещались и и пришел там дедушка которая ну один из старше там уже игра и говорю ну опять раз лучше а почему не за нас играет это твоя вина и ругал и да и директу говорю как мобина я только что пришел тоже ну жалко и приятно тоже слышу это что старший сборную штат старший федерация бразилия ну следил за меня и говорите что не хватает мой футбол в бразилии но в бразилии тоже хороший вратарь известный вратарь есть и лучшие где-то в казахстан я думаю что и здесь больше могу дать чем там а кто сейчас них вратарь это гита вратарь и меня и гита он гид на гита вратарь и спорте лиссабон и сборной бразилии он стал лучше вратарь мира сейчас 2021 2021 лучше вратарь мира давайте сразу остановимся на чемпионат мира и чемпионат европы сразу в двадцать первом году вы заняли четвертое место 22 в европе 1 8 наверное многие болельщиков казахстана том числе и у меня и вопрос что не хватило вроде бы вот 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 должны были физической подготовки или может быть моральной устойчивости что что не пошло не так у нас было очень много нюанс которая мешал наша подготовка не должен и я должен я был вразилии но в году с родители не должен прийти прилететь прилетает сюда 5 и 5 января эта ситуация из протесты там было еще и половине игроки не смогли приедем уже так и начинал и я приехал когда 12 или 13 и после этого сразу ковид половине команды ковид когда вернуться еще половине ковид даже я тренер не смог приехать тренер я тренер не смогли приедем на игру я приехал в день игры а против италия мы потеряли два игрока тайна и эдисон которая них конечно не хватало не хватались и там против украины но все равно у нас было очень много шанс да прочь украина и зиме начинает забивает гул первые гул я думаю это по-другому просто не пропустили гул 1 0 и было тяжело было тяжело потому что это одна четвертого очень большой ответственности можно так и не переключить плохо переключает на игру когда пропускает в такой очень большой ответственности матч и могу сказать да начинал плохо подготовка ну в турними растет а против украина могу говорить что мы не реализовали наши моменты я думаю ездили не реализовали реализует наш момент я думал да это мы смогли пройти украина спокойно но все же спасибо вам за я думал на тело из болельщиков не может упрекнуть то что не было желания до было видно даже за грани то что глаза горели да ну просто наша сборная относительно молодая среди топов по именно то что сейчас только недавно заходим топы это лично момент немного пока что уровня не хватает но со временем этот уровень придет рано или поздно тем более если сравнить с большим футболом у нас есть вы просто боги просто если так если так брать откровенно ну я думаю по любому в сборной есть сожаление то что это все таки же золотой состав идет смена поколений и так далее нету все таки сожаления то что золотой состав ничего не выиграл да конечно не очень обидно что я играл два чемпионата мире три чемпионата европы и и не выиграл и было очень близко это конечно обидно обидно меня сила есть пока чтобы играет следующий чемпионат мира но первым надо туда попасть это тяжело пути это очень трудно попасть чемпионата мира ну это смена пока поколений да есть есть и и у нас хорош я думал молодые ребята будет и растет и быстро будет растет потому что не ждет футбол не ждет я не будет это ну на ошибка надо надо взять и опыт и быстрее чем раньше а теперь сейчас тоже надо реализован эдисон молодой тоже например я лео и дуглас мини молоды и уже можно сказать почти скоро ветераны дамы уже ветеран тайна яйца уже может тоже сказать что новое поколение тоже легионер нет это смена поколений это не только местные игроки надо тоже легионер легионер тоже надо поменять потому что я ветеран или ветеран и дуглас ветеран и я думаю все по плану идет все по плану я надеюсь и верю что казахстан что-то выиграть скоро но мы знаем то что в мини-футболе и какая очень эмоциональный человек который прям можешь зарядить и те же слова во время чемпионата да когда иди-то у нас вратарь не буду это лучше характеристика можно коротко написать и это вот такой вратарь ко всем будет ясно мы видели как чиновники заходили тоже в раздевалку те же слова арвак и готовы вы будущем как тренер мотивирует на таком же уровне или либо вы более спокойный человек нет я думаю я буду как и как а ну не знаю крик буду кричать ударяет не знаю но я буду активнее сто процентов такой активный тренер если буду тренер я думаю да буду буду очень сильно участвовал игре жить как он живет действительно живет и матча да и я тоже наверно буду тоже жить это моменты не будем врать мат мат футболе очень такая частая вещь во время игры как вам легче материться на казахском или на португальском как больше идет мой когда идет мотивация знаете ли на тишину я думаю вы точно знаете казахские маты но как часто используют как а свои мотивации казахский мат да ум очень много материться говорит в раздевалка даже португальский говорит это ребят все знает что Transit aquele лотки на португальски все знает когда говорят на португальский такой даже на тренировка говорит я даже ребят иногда месяца ребята казахские ребята иногда ошибаются и говорит материться на португальский потому что такой знаешь такой слова которые знаешь внутри такой и поэтому матрица как как вы сказал это час футзал спорт потому что эмоция когда у нас эмоции если мы не заблокировал и поэтому все уходит и потом просто говорить извини все все будет хорошо потому что все понимают что спорт так но это да это эмоции в любом спорте есть такую но это помогает я думаю ну по-любому и помогает любом спорте если это даже там чудо бокс когда тренер хорошо там тебя так где скажут пару неприятных слов ты либо обозлишься либо там скажите еще покажу и но это боя есть если это психология конечно кажется есть свои стили чтобы помогает толкает а материться конечно на помогает это не только плохие материться помогает спортсмен а были вообще у вас вашей вашей карьере тренеры которого абсолютно спокойный там холодные безэмоциональные было было в ту пар я играл там была амиржан муканов и я был очень спокойно такой математикой учился математику такой спокойно усидит просто стоит думает опять сидит у уроки на замена пришел сидите здесь вам объяснить и все амиржан муканов очень спокойно человеку сейчас сборная киргизия но это давало его спокойствие 2 лакета результаты да под тоже зависимых и команда его команда в тупор ребята которые вместе с нами играл вместе со мной играл и ребята которые с пяти лет вместе играли и поэтому думаю что много не надо говорить потому что не очень хорошо друг друга знали и поэтому это вещи которые могу сказать что помогает врата тренер будет сидеть спокойно и не не кричает было время пару раз который я видел злой они его характеристики чтобы ну кричать кричать вы очень спокойно человеке немного такой деликатный вопрос наверно задам ну все знают то что большом футболе заработки большие особенно в топ чемпионатах даже в нашем футболе наши футболисты зарабатывают хорошие деньги большом футболе тот же но божанец на поскольку мы слух услышали про его зарплату мы не можем сказать то что правда или нет но есть футболисты которые зарабатывают там 200 300 тысяч евро в год особенно легионеры насколько заработки отличаются минифутболе и возможно ли хотя вот такие суммы условно 200 300 тысяч евро зарабатывать год играя минифутбол например барселона футзал они 5-6 игроки ну да может сказать что 200 250 евро года получится здесь в кайрат был уже ну тоже игрок которому 200 тысяч евро года был уже футзал это на урни на уровне футбол по деньгами и знаю поэтому болельщиками иногда ругаете потому что ну кто-то и знает и зарплата игрок и будь а за это зарплата как нет не играет так я вижу неправильно так просто относиться к этому где-то вещи потому что он сделал учета сделал есть свои карьеры что-то показал что получить это карьер это зарплата не просто так я красиво прическа хороший тебе даю хорошие деньги нет не так игроки строить свои карьеры если и команда дает 50 500 тысяч евро года это он попросил и команда дал не не просто так чтобы я я хочу обманываю людей взять деньги не играет нет если и и тем более и игрок футбол это короткая карьера будет получить хорошо минимум так и можно сказать 20 лет 22 до 38 лет хорошо получится а потом уже поменьше поменьше и поэтому людей это не по ним не понимает ну да это они сразу смотрят цифры нет плохо это плохо игрок это и нет неправильно так я конечно я тоже знаю потому что там в бразилии у нас очень такой много проблемы потому что есть богатые игроки и у нас страна которая много без образования и который не понимает и говорит сразу сколько миллион и столько миллионов и ничего не играет а почему он столько миллион и меня нету ничего если такой поэтому тоже понимает сторону людей но в моей стороны это неправильно так говорит а про процентам про зарплата потому что игрок чё-то делал учета не сломка например он был лучший игрок в казахстан и он был по-другому был лучший игрок и не просто лучший игрок он был и свит на углу лунду из таким по-другому играет вводить мяч ему по-другому а поэтому его зарплата хорошие это не не все я гарантирую что от всех игроки которые здесь выбирают казахстан может сказать им есть 10-15 игрок которых очень хорошо получится остальные не так я могу гарантировать что не так потому что все следить за кто кто хорошо заработал да это это нормально вещи в спорт поэтому он так получится потому что так заслужил я так думаю ну сами сказать то что сейчас в казахстане но здесь наверно сейчас вас связано все-таки спортивная карьера и вы ветеран и окончание карьеры не так ну не за горами после окончания карьеры вы все-таки где планируете проживать в казахстане остаться до либо переехать бразилию и там продолжать там свою карьеру возможно по уже по дальнейшей пути я у меня есть так всегда у нас есть план она в спортивной жизни большинство раз не получится это план который запланировал такой я хочу играет конечно и после игры я хочу здесь быть как тренинг как директор я хочу чтобы после карьеры я хочу тоже чтобы кайраты в игры под мои так и руководители могу сказать так и я хотел как мне 50 лет обратно бразилию на рыбалка на сурфинг и все и больше ничего не сделает это мой план ну не знаю как будет это спортивная карьера не не смогли мы не сможем так запланировать так и явный такой план потому что попадут пути пути которая ожидания а в бразилии вы в рио до живете получать да конечно мы поймем то что есть большая разница там между рио и алматы но насколько она большая если говорить по уровне жизни насколько все устраивает в алмате сильно ли отличается жизнь при ее и жизни в алмате все-таки я думаю уровень жизни и здесь в алмате лучше здесь может качественный жизнь и думаю здесь лучше конечно у нас есть море пляжи это очень хорошо ну это кто хорошо кто хороший район живет можно так сказать а кто бедный район а кто так средний район немножко тяжеловат жизнь жизнь это немножко тяжело поэтому думаешь здесь не только в алмате я думаю в казахстан качестве жизни казахстан лучше чем бразилия могу сказать потому что у нас есть очень богатый людей и очень бедный да и и поэтому я уже 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 много видео там в бразилии которые не хочу там работать поэтому я говорю я хочу работать и когда на пенсию до могу обратно в бразилии спокойно жить не работает и поэтому я знаю что столько тяжело там в бразилии получить первую очередь работы это очень очень много людей без работы и 2 и когда получится работа хорошая заплата тоже это очень тяжело поэтому думаю здесь в казахстан можно более бегать и за за деньгами могу сказать здесь можно так лучше поэтому качество жизни здесь в казахстан лучше смотрите сейчас интернет да как бы очень много можно я вот очень много смотрю всякий travel show там да там кто из очень много смотрел про бразилию то есть там дети именно из бедных районов то есть большая часть становится бандитами каким-то там наркоторговцами вот как ваше время было еще хуже или как вы об это обошли это всего криминал и до криминал и все-таки выбрали путь или вам отец все-таки сказал так ты будешь футбол играть никакой там криминал с друзьями как это все обошли я думаю сейчас немножко так и могу сказать что хуже потому что раньше раньше дети на этих бедный район фавела у нас говорили на кого дети еще пытался жить а сейчас день когда 9 лет 10 лет уже 100 лет а уже работает там система уже продается там наркоманду с 9 10 лет а раньше было так ну так очень мало раньше что дети учился образование там в школу ходили а теперь сейчас пример нету эти детей поддержка мало очень поэтому думаю сейчас немножко хуже потому что на улице когда есть бандит который тебе укроет пистоли ну просто за рулем может тебе укрывать там часы или сотку а ты смотри лицо ты действительно видишь что 13 лет 12 лет это еще для нас это грустные вещи чтобы говорить ну это на реальной жизни в бразилии могу сказать в мегаполисе больше в рио там сан-паулу большая города который меньше перспектива боль больше конкуренция меньше перспектива больше фавела больше бедный район тяжело сейчас тяжело поэтому тоже это один из вещей который не хочу обратно чтобы жить в бразилии и работой потому что я приеду в бразилии на отпуск как турист для турист проблему нету потому что рисе там максимум месяца два месяца а кто там живет надо каждый день взять автобус туда два-три автобус на работе идти и обратно поздно больше риски есть поэтому да там в бразилии сейчас тяжело тяжелую ситуация население большая тяжело поддержка у нас раньше там президенте и там государстве очень много коррупционно и поэтому сейчас не хватает раньше они все украли а теперь сейчас нужно и нету откуда взять и поэтому не 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 за это не за за людей бразилийцы людей бразилийцы где очень добрый и очень веселый все хорошо всегда а это за за государство когда все украл и не хватает для людей чтобы поставить в школу чтобы поставить спорт для всех авианы чтобы спорт и и и учеба нету не хватает но даже при этом таких условиях очень много именно талантливых футболистов талантливых спортсменов при это радует и тот же юси там весь рост разобит это ну почти что образится наполовину не только там футболисты и другой спорт очень развит ну наверное это и фактор того что что самовела и нам но это как бы нету спорта ты либо в криминал уходишь скорее всего поэтому и бразилийцев много спортсменов в любой сфере и у нас есть это же олимпийский спорту очень мало поддержка даже сейчас последний пиады у нас бронзы выиграл вот это я думаю это подойти вот это тяжелую такой штук а все это не ядра на недра он вообще нету структуру он тренируется где дома возле дома устроил там маленький там и сам потренировался прикинь желание просто сбросы в олимпиаде у нас очень много таланта такой который нету поддержкой и поэтому тяжело у нас талант много как сказали размещение там людей у нас все все генетика есть у нас и мы смогу можем всей спорта хорошо занимать как сша например сша в олимпиаде там это вещик это всегда там постоянно сколько на педестале алида потому что они тоже есть генетика хороший и поддержку с поддержка у нас поддержка нету хватает деньги а вы сами за и все не следите вот там мы знаем то что много провести выступает там же за аль да тот же андерсон сильва да легенда всего ммэй там есть ли возможно у вас знакомые среди бойцов ммэй с которым вы держите связь или просто за кем следите за возможно за бразильцами или даже за нашими там бойцами сергей морозов я в бразилии нет у меня друзья которые во всеми меня есть кто занимается известно нету и здесь в казахстане сергей морозов мы постоянно пообщаемся тоже очень добрый человек и которая думаю что впереди будет очень много в игре тоже хорошие бойцы да я думаю я больше слежу за эти бойцы здесь в казахстане чем в бразилии потому что здесь казахстан это страна бокс и страна борьба здесь на слуху все постоянно в бразилии у нас джи джи джидо тоже хороший но и здесь казахстан бокс и вообще я нравится смотреть бокс и здесь эта страна бокс и поэтому я больше слежу за казахстан про ребят чем бразилийские бр neutrononder вы сами не тренируетесь домой у меня хотя бокс там спарринг или а ну когда маленький акупер разил кампуэра и идешь это же пока сейчас уже тяжело попу а тебя прыгать сейчас ну да очень активный папа был чемпион поджидо тоже и очень такой активный да и поэтому мне поставка пэр и джиу-джитсу и футсал играл там всегда спорт и поэтому я думаю да когда закончу карьера могу что-то делать бокс можно учить и это не только чтобы драться чтобы она для себя до организме для для здоровья ну немного такой мне отвлеченный вопрос вот пока пэр и вы сказали то что занимаясь к пэр и насколько эффективен к пэр и реально драки это же больше такой это же спорт получится рабов которые хотели спрятать там свои единоборств и показали в санкции на и насколько он эффективно нужно мы видим и в юси нету бойцов которые там из к пэр и до вышли или как-то показывают потому что рискованный там промахнешь сразу же уложит вообще возможно ли его использовать эффективно в настоящем бою или он все-таки больше как танец есть я думаю большинство вместо которое занимается капуэра но это больше как танцы как спорты которые как или парку да и если соревнования капуэра который очень жестко тоже я здесь смотрю в ютубе поставить там соревнования капуэра и будет этом они действительно драться это и очень грубо такой тоже бой а в ммей есть и которая начиналась сделать капуэра а потом перешел в другие там виды бойцы бойцу да а капуэра думаю что да это очень хороший спорт который можно отдать это дает пластику да пластик дает и такой ну просто баланс и тоже очень важно и недавно я видел один бразильц который уэфси тоже за кудине а единиц который капуэра там написано что его и стиль да и там очень показано показывал очень хороший там бой там он проиграл ну красивый смотреть как он прыгал там все по-другому там да и это красиво вообще ну капуэра дает это очень много полезен для 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 организму для баланса для здоровья ну так если не уходить из темы ммэй но возможно наши зрители спросят почему мы уйдет и спрашиваем все про и мы мои все да ну хотел только то что наш подкаст больше он про спорт не только про футбол в общем да поэтому но я думаю как раз мало кто с вами обсуждает эти темы наверно у вас все там журналисты обсуждали спорт хотели бы тоже поговорить там на другие темы возможно я люблю очень много другие там теннис я слежу постоянно баскетбол тоже уважаю баскетбол очень похоже на футзал тоже много блок комбинации стандарт много вещи которые в футзал есть а как в одной скиперспорту вообще играете и я раньше очень много играл фифа 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 и и call of duty тоже играл а на последнее время я пауза потому что жена ругается да потому что я она говорит ты не сможешь сделать и просто чуть-чуть и чуть-чуть и это нет и если я сделал это я хочу быть лучше на это поэтому я еще сижу в фифа я хотел лучше играть фифа и целый день там если любое любое время любое свободное время я там фифа 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 а я ну ладно давайте я пока что один года полтора нет потом а вы играли получается онлайн до ультима тим онлайн онлайн достроит команда тоже жена сидит тратить деньги и моя жена она думала что я чуть-чуть тратил я много мне просто у меня жена говорит вот тебе 26 лет как ты можешь играть фифу я говорю вот там 40-летние мужики 35 они все играть фифу это не один такой ты запомни это и вы и что будет помогает на будущее когда если алзайме алзаймер не будет да это же будет полезная мозга да это я говорю постоянно жена ну когда я дедушка не буду алзаймер получить меня будет все хорошо потому что я всегда там мозги работают да это по хорошей причины попробуй дом это хорошая причина того то что молодежь развлекается ну что вот мне даже отцы говорят вот вы играете игрушки но игру на это у наверно лучше играть там фифу чем баре сидеть пить там что-то да я тебе сейчас кое-что скажу у меня друг что ты понимал он играет с папой вместе с папой у него папа в возрасте 60 может под 60 лет то есть мы пришли playstation club играем и он приходит у него и жена то есть они отпрашиваются кто-то прошу своей потому что сейчас начинает такой знаешь конкуренция раньше конечно раньше только молодой потому что играем против и компьютер все есть граница куплю в другую игру играет для взрослых интересными знаем что есть конец так да а сейчас нет в другой сторону есть кто-то хочет тебя обыграет и будет будем споры будем там тратить нас наши эмоции тоже концентрация поэтому это сейчас возрасте для для в видеогейме и для до sony playstation xbox и вообще возраста нету сейчас через интернет это вообще приятно и даже когда ты играешь сам интернете определить какой уровень на ты играет и это хорошо потому что если ты слабо играет против и играй против ребята которые как ты играет и еще лучше не это будет и ищет игрок как на свой на твои на твои на твою карате кто является чемпионом вафе то сам кто лучше всего играет по фифу ну было соревнования там два года назад три четыре соревнования ну я нормально я выиграл два раза наш наш физи терапевта тоже хорошо играет сейчас и другой вратарь который сейчас уже ушел тоже очень хорошо играл и было смешно вообще супа соревнования там всегда за деньги за три тысячи надо надо бесплатно бесплатно вообще неинтересно за какой клуб играете больше но если играете фифу вообще есть вас какой-то в большом футболе на кого болеете я не бразильцы у нас есть кажется и клуб который болеет в бразилии а у нас да я например фламенго я фламенго фанат фами я очень фанат фами потому что я родился мой папа фламенгиста у нас фламенгиста и моя мама и все семья фламенгиста и я маракана смотрю ромарию смотрю очень много известных игрок и я очень переживаю за фамина вчера даже я проснулся 5 утра и чтобы смотреть фламенгиста в либертадорис кубка либертадорис фламенгу выиграл а в соне playstation ну я люблю играть с ливерпу да потому что защита хороший ван дайке там ван дайке ну и фланговая это стенка ван дайке бог ван дайке и поэтому да я ливерпу люблю играть а фламенга где сейчас играет вот габи гол да получается да габи гол либертадорис филиппе луис который играл челси атлетику давид луис защитник который челси играл насколько я знаю вот в бразилии очень сильно на сцене кубик либертадорис даже больше даже возможно там индии чемпионов немного это ну на это уровня нас либертадорис это как лига чемпионов и это очень тяжело очень же очень тяжело соревнования потому что есть команда которая играет и на на в горах которая 5-6 тысяч километров выше у моря которая ты играй там проиграть 2 0 а дома ты 7 0 выиграть это не играет действительно дома они очень хорошо играет недавно коринтиас проиграл команда боливия 2 0 на выезде игрок играл 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 подошел на скамейка и подошел вот этот баллон да и чтобы не хватает и это вещи тоже дает такой боли такой и вот если говорить про возможно прогнозы вот сейчас мы только записываем четверг вчера светала реал мандрид челси там выиграл и так далее там через неделю будут ответные матчи как вы думаете вот все-таки в этом году кто выиграть лиги чемпионов да я думаю у реал очень тяжелый футболка реал очень традиционно команда думаю что реал не знаю когда риал придет в полфинал финал это реал модели и думаю что может быть реал модри или или бавария либо реал либо бавари а сити питается питается не выиграл может быть это сезон и но сити не знаю я не вижу я не вижу флаг символу сити такой тяжелую которая смотрит боишься Я вижу Бавария, да, Бавария очень традиционный Реал. И когда придет эти моменты, решающие моменты, это тоже вещь играет. Поэтому Реал и Бавария, думаю, что фавориты. А Ливерпуль что думаете? Ливерпул тоже интенсивно играет. Ну, не знаю, я думаю, если играть Ливерпул и Бавария, например, я думаю, Бавария выиграет. Играет, например, Сити и Реал, я думаю, Реал выиграет. А Реал потому, что Марселла там. Да, потому что Бензема сейчас забьет. Вот как раз он в этой игре сделал хитрик. Если вот не смотрели против Челси, он сделал обратно хитрик два раза подряд. И он не молодой, у него 34-35. Да, он сколько времени играет на этом уровне? Бензема такой современный нападающий. Он был, наверное, все-таки, когда был Криштиану Роналду, был в тени чуть-чуть. Он очень помогал Криштиану. Да, но все-таки вся слава шла на Криштиану. Сейчас он ушел, и как будто бы вот он. Да, и я помню, я следил за Реалом, потому что Марселл он так играл. И много матчей, когда Бензема не играл вместе с Криштианом, Криштиан ничего не сделал. А когда Бензема с Криштианом, Криштиан забивал. Потому что можно делить там внимание, и Бензема тоже не сможет. Тогда они смогли спать с Бензема. Бензема будет забивать, и поэтому более спокойно Криштиан сыграл. А сейчас, по вашему мнению, кто сейчас лучший игрок вот этого сезона? Бензема все-таки? Лучший игрок. Это сезон, да. Бензема. Это сезон Бензема. А тот сезон Левандовска действительно был лучший. Месси не заслужил, да, взял золотой месси? Месси не знаю, а Месси, все говорят, что плохо играет Месси. А он не плохо, он хорошо играет, он просто не Месси. Для своего уровня. Да, он играет как Месси, но он играет хорошо. Я смотрю, как ПСЖ играл. Тоже ПСЖ, Реал, я очень много смотрю, потому что Неймар играет за ПСЖ. Я люблю смотреть, как Неймар играет. И Месси хорошо играет. Он не просто Месси, как и Барселона. Все, взял мяч, да, 4 гола, 3 гола, 1 ассистенция, 2 гола, 2 пас и 2 гола. Не так, но он хорошо играет, не плохо. Поэтому люди это не видят, потому что думают, что Месси сейчас Мебапе и Неймар. Будет все обыграть, будет 7-0, 7-0, 7-0. Нет и не так, да. Сейчас другие команды тоже реагировали на это, мотивировали против этой команды. А вот вы сказали, что хорошо держите сейчас связь с Марселом и так далее. Но он как раз ваш ровесник же, получается, примерно по возрасту. Насколько тяжело переживать ветеранам и возрастным игрокам то, что когда идет карьера на спад. Условно, сейчас пришел Фернан Минди, он встал на его место, Марселу все-таки ушел на второй план. И даже многие болельщики его критикуют, в пабликах говорят, что он постарел и так далее. И насколько тяжело или легко переживать отдавать место молодому. И вы смогли бы, вы тоже, в моей карьере так же сделать бы, насколько проблематично это сделать. Натуральный процесс в жизни. Я думаю, Марсел сейчас уходит из Реал, он будет в другой команде и будет очень хорошо играть. И я это не сомневаюсь. Ну, просто пришел молодой, который, ну, похоже, есть четыре легкие. Играет и там бегает и как вообще не устает. Понимает тоже, а техника, мы все знаем, что Марсел лучше. Если поставим Минди и Марсел по технику, Марселу много лучше. А система футбола, Минди сейчас более полезна для команды. Поэтому, и он это понимает, мы уже про это говорили. Разговаривали, да? И он говорил, нет, мы там молодые вообще, как он, в танке. Как я могу там, нет, я уважаю, конечно. Если я просто так, как, например, как было Куэн Траун, помнишь Куэн Траун. Моурини перешел, хотел поставить Куэн Траун. И все, как можно, Куэн Траун играет и Марселу не играет. А время показывал. И Марселу, да, спокойно. И твое место это запаснее. И сейчас он говорил, нет, это Минди. Он заслуживает это место. Нет, не прочее. И я буду потренироваться, я буду серьезно относиться к команде. Ну, и не сомневаюсь, что Марселу сейчас будет в другой команде и будет очень хорошо играть. Это не сомневаюсь. Марселу как бы под свое крыло взял Роберто Карлос, потом оставил после себя. Но, наверное, сейчас Марселу оставляет Минди под себя. Есть ли у вас понимание такое, что вот этот футболист после меня сейчас он останется и нужно его обучить? Там поделиться опытом, чтобы он перенял у меня что-то лучшее. Насколько вы готовы к этому поделиться и оставить после себя уже как преемника? Я готов, конечно. Мне будет приятно, если приходит вратарь, младший, молодой, и я могу что-то подсказать, что-то учить. Потому что если он придет в Кайрате, например, вратарь, который играет в Кайрате, это не просто так. Это вратарь, у которых есть техника, есть таланты перспективные. А просто надо это, надо мне смотреть, смотреть, как я тренируюсь, как я отношусь к тренировке, каждый день на тренировке, как я очень серьезно тренируюсь. И тоже меня злишь. Я тоже люблю злишь молодой, как они думают. Потому что, как они думают, я могу управлять тоже. Ну, это не так. Ну, ты правильно думаешь, но мы будем пообщаемся. Думаю, да, я готов, конечно, помогает следующий вратарь Кайрат, сборная Казахстана. Я готов и буду с удовольствием подсказать и учить, да, это вратарь. Ваш наследник, наверное, сейчас более подходящий, это Нарын. Да? Да. Ну, сколько у него перспективы? Все говорят, что он егитиня. Егитиня? Да. Много, потому что он очень похож на меня, как наоборот. Потому что он был 15 лет, когда приехал в Кайрат. А, только пришел в Кайрат? Он был 15-16 лет, да, он уже в Кайрат 5 лет, в академии. И он на меня следил, мне смотрел и пришел в профессионал. И я смотрел, да, действительно, есть очень много вещей, которые я сделаю. И да, и я вижу очень перспективу, очень технический вратарь. И такой очень профессионал, спокойный вратарь. И думаю, что он будет номер один в Казахстане. Угу. Молодые вратари, это ясно. Потому что они все-таки идут, как бы обучаются у вас. Просто такая позиция вратаря, это такая немного сложная. Ну, полевой игрок, там, два защитника. Они, в принципе, могут играть вместе, там, меняться и так далее. И в большом футболе, и в маленьком футболе. А вратарь и в большом, и в мини, он номер один, и он не меняется. Была ли какая-то, там, острая конкуренция или, там, возможно, даже конфликты? Он четко понимал, вот, это есть Игита, он номер один. И, скорее всего, пока есть он, я не буду играть. Я буду просто тренироваться. И насколько они это переживают? И социальной психологии, или, там, есть ли какие-то конфликты с ними? И здесь в Кайрате не было вообще. Уже играл здесь, даже второй вратарь сборной Бразилии играл здесь в Кайрате. Ромкалю, Джиего Ромкалю. Дуду вратарь, бразильцы вратарь тоже. И Маркалю. Все сборные Бразилии, сборные Португалии. Не было никаких конфликтов, конечно. Я тоже, это вещи, которые они сюда придут. Мне дали больше мотивации тоже, чтобы они приехали, чтобы играть. Они просто приехали сюда. Они хотят играть, и я не буду дать время. И буду показать, на каждой тренировке доказать, доказать, чтобы не расслабиться. И дай какие-то причины, чтобы он будет играть, и я сижу. Это не хотел. А в Бразилии, когда у меня было семнадцать лет, вратарь, который был U20. И у меня было семнадцать на восемнадцать. Вратарь, первый вратарь было двадцать в сборной Бразилии. По U20. Я приехал, я очень хорошо играл. Я был первый, он второй, и он в сборной Бразилии. И он так, нет, не могу, не могу, и это не буду. Хочу играть как можно. Он первые годы играет U20, и я в сборной Бразилии. Я говорю, как могу сидеть, и тренера нет, он лучше сейчас играет. И было плохие отношения между нами. Чуть зависти. Да, и потом он мне говорил, ну извини, брат, ну так, ты действительно хороший. Я просто, ну было хорошее время в моей жизни. Я думаю, что потеряет место. И до сих пор у нас есть дружба. Он был вратарь, он играл в Португалии тоже. Единственный момент, в котором была проблема между вратарями. Обычно вратарь, знаешь, это семья. Обычно вратарь семья, потому что мы вместе тренируемся, вместе падаем. Мы бьем друг к другу. Вас, в принципе, немного в команде. Да, и по этому мы переживаем. И, конечно, кто играет, конечно, будет играть лучше. А другой будет пахать, чтобы играть. Будет работать, Сережа, чтобы играть. Он хочет найти одну дырку, чтобы заходить и играть. И, ну, это наша жизнь. Мы уже привыкаемся к этой маленькой такой, потому что только один играет. Да, да. И это один надо хорошо играть, потому что второй хочет играть. Тоже, тоже хочет. И поэтому стал как семья. Все друг другу помогают. А с полевыми игроками у вас не было там конфликтов? Ну, даже не в карьере, а может там других командах и так далее? Есть маленькие конфликты. У меня есть конфликты с сестрой. Как я не могу конфликты с коллегой там, да? Есть конфликты, конечно. Ну, так и обычно конфликты. На тренировке что-то не нравится, что-то жестко играл, что-то мне говорил спиной. Это есть. Это есть. А насколько комфортно играть с человеком, с которым у вас есть конфликты и есть неприязни? Ну, условно говоря, даже был конфликт там у многих руков с Гарретом и Бейлом, но они играли. Потому что это нужно было играть, но по-любому чувствовалось. То есть там пассы не давали иногда, он открывается, не хотят на него навес сделать. Есть ли такие моменты? Насколько это влияет все-таки на игру? Ну, со мной были уже конфликты и должен быть профессионал, конечно. В раздевалке, на улице, личной жизни, не будем пообщаемся. А когда заходим на площадке, если я не буду ему пасс дать, если я буду, например, все сказать, он виноват, он виноват. Я буду так, команда будет страдать. Страдать. Да, я могу страдать командой. А когда заходим, конечно, будем все отдать. А после игру, конечно, ну, кажется, в свою сторону и будем дружить, это нормально. Уже было такое. В Большой футболе есть много, больше, чем в футзале. В футзале более закрытым, да. В Большой футболе там 30 человек, которые играют. И сколько там характеристик, да. И больше футбола есть. Там Фламенко сейчас, например, есть конфликт. Там три группы игрока. Ну, когда заходят на поле, не видят. Все друг другу пасс дают, там, подсказы. А когда закончим, мы знаем, что там есть игрок, который не говорит с этим игроком. Я думаю, это будет всегда в команде. Будет игрок, который не любит другой. Эта вещь будет. Ну, нельзя так, нельзя на поле, на игре. Вообще неприятно, потому что вся команда будет страдать. Сейчас время, ну, почти что четыре. У Егиты тренировка 4.30. Наверное, будем, сделаем просто последний блиц вопросов и закроем. Все понимает, что я скажу, да? Да, нет, у вас с вашим русским языком вообще проблем нет. Слово еще иногда не могу говорить. Нет, ваш русский язык лучше, чем у многих, у наших местных. Лучше, чем у Арслана. Да, например. Это факт. Начнем. Первый вопрос. Дани Альвиш или Марселло? Марселло. Рио-де-Жанейро или Алмата? Бразилия не показывает. Рио-де-Жанейро. Рио-де-Жанейро. Бразилия или Казахстан? Казахстан. У нас такой короткий. Арслан или Ильяс? Да, Арслан или Ильяс. Обе. Спасибо. Спасибо, что пришли, очень приятно поговорили. Надеюсь, вам тоже было там интересно. И мы максимально старались, чтобы вопросы и темы были не банальны. Десятому кругу вас не крутить по этим же вопросам. А зрителям, что могу сказать? Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. И пишите комментарии, кого вы хотите в следующем выпуске видеть. Ну, может быть. Да, может вы оставите меня, может Ильяса просто вот так выкинем. Кто знает. Все. Будем ожидать следующий выпуск. Ожидайте. Хороших вам вечеров. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok